Сколько стоит подготовить выпускника к экзаменам на достойном уровне? По факту бесплатное образование оборачивается серьезными тратами. Без репетиторов сегодня не обойтись, так считают многие. А какое мнение об этом у школьных учителей? Мы подсчитали стоимость дополнительных занятий в месяц. Олеся Калиниченко о финансовой арифметике. Нанимать репетитора или нет? Такая проблема хотя бы раз вставала перед каждым родителем школьника. Вопрос сугубо индивидуальный. Нельзя утверждать, что без посторонней помощи ребенок не освоит школьную программу или, например, не сдаст ЕГЭ. С другой стороны, бывают случаи, когда индивидуальные занятия просто необходимы. Например, при изучении иностранных языков. Английский, иностранный язык любой начинается со второго класса. То есть во втором классе пока все легко и просто. А вот в третьем классе обычно возникают какие-то проблемы. Родители помочь не могут зачастую, потому что сами английские не очень хорошо знают. То есть приходят обычно лет в девять. В самом репетиторстве есть как плюсы, так и минусы. Среди положительных моментов индивидуальный подход к ребенку. В школе, особенно в больших классах, это сделать сложно. Среди минусов можно назвать стоимость услуг домашнего педагога. Дополнительные уроки удовольствия дорогое. Минимальный ценник за академический час 45 минут 500 рублей. Это стартовая цена. В зависимости от квалификации, опыта и рекомендаций, педагоги берут и больше. Стоимость личного преподавательского внимания за так называемую пару, полтора часа, от 750 рублей. Экзаменов сегодня выпускники сдают четыре. Два обязательных и два по выбору. Чтобы был толк, рекомендуется по два занятия в неделю. Даже если брать только русский язык и математику, две тысячи в неделю минимум. Еще две тысячи придется отдать за дополнительные уроки по профильным предметам. В итоге за четыре недели 16 тысяч рублей в месяц. Можно сказать, чья-то зарплата. Вот такой вот стартовый набор. Официально педагоги систему репетиторства считают напрасной тратой денег. Было бы желание получить качественное образование, можно и в средней школе. Сейчас все условия для того, чтобы получить образование бесплатное в школе, существуют. Главное, чтобы ребенок выполнял требования учителя, чтобы, как я уже сказала, у него была мотивация на успех и на получение хорошего образования. Можно бесплатно учиться, получать 100 баллов и учиться в хороших вузах. Тем не менее, родители выпускников в ряде случаев решают подстраховаться и все-таки нанять репетитора, чтобы уже гарантированно получить максимальное количество баллов на ЕГЭ, так как это шанс попасть на бюджетное место. Конечно, репетитор обойдется дорого, но это дешевле, чем платное образование в вузе. Олеся Калиниченко, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия.